Мне бы хотелось действительно начать осветить новое направление в нашей дискуссии. Это повышение кин на зрелых месторождениях, то, что называется традиционными запасами. Специалисты знают, что в 80-х, 90-х годах было довольно много проектов повышения кин. Потом количество этих проектов пошло на спад. Это в основном было связано с тем, что появился технологический прорыв в других областях, таких как георазведка, бурение горизонтальных скважин ГРП, теперь бурение СМГРП. Это позволило вводить все больше и больше залежи экстенсивным способом, что, собственно, Игорь Викторович показал на своем слайде рост добычи в 90-х, 2000-х годах. То, что мы видим сейчас, то, чем мы занимаемся, что в дополнение к экстенсивным способам, к бурению, традиционным ГТМ, создались предпосылки для нового технологического рывка, а именно повышения коэффициента извлечения нефти на месторождениях, которые уже выработаны. И это защемленная нефть или нефть, не извлекаемая традиционными способами, так и грозит остаться в пласте. Эти предпосылки связаны в основном с тем, что наработан был опыт, большой очень опыт мировой, полимерным заводнением, и также произошло достаточно много технологических прорывов, скажем, в производстве химии. Мы давайте посмотрим тот самый замечательный видеоролик, который чуть-чуть больше расширен именно в технологии, и потом мне хотелось бы на этом примере осветить, надеюсь, ответить тот вопрос, который мне задали. Можно видео, пожалуйста, поставить? Разработка нетрадиционных углеводородов в условиях ценовой турбулентности. В настоящее время большая часть нефтегазовых месторождений Западной Сибири прошли пик добычи. Традиционные экстенсивные технологии разработки зрелых месторождений приносят все меньше необходимого эффекта. Поэтому повышение объемов добычи возможно только за счет инновационного развития. Такая ситуация характерна и для Солымской группы месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе. Она разрабатывается компанией «Солым Петролиум Девелопмент». СПД – совместное предприятие, акционерами которого на паритетных началах являются концерн «Шелл» и «Пао Газпромнефть». СПД входит в десятку крупнейших нефтедобывающих компаний России. Суммарный объем добычи на начало 2016 года составил более 65 миллионов тонн нефти. Компания активно применяет новейшие технологии в области строительства скважин, добычи нефти, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Одна из самых амбициозных инноваций СПД – технология повышения нефтеотдачи на основе закачки в пласт смеси АСП. АСП состоит из анионного поверхностно-активного вещества, соды и полимера. Эта смесь меняет физико-химические свойства нефти. Она разбивает застрявшие в породе капли нефти на мелкие части и вымывает их на поверхность. Традиционными методами добывается около 40% нефти, а оставшиеся 60% углеводородов навсегда остаются в пласте. Применяя технологию АСП, можно дополнительно добыть до 30% нефти. В рамках Солымской группы месторождений это дополнительно 24 миллиона тонн нефти. В настоящее время АСП применяется в Китае, Канаде и Омане. Проект компании СПД – первый подобный проект в России. СПД ведет исследование технологии АСП с 2008 года. Компания совместно с акционерами провела ряд лабораторных и полевых испытаний. В 2009 году прошли испытания на одной скважине на западно-солымском месторождении. Их результаты продемонстрировали возможность выработки 90% оставшейся после заводнения нефти. В 2014-2015 годах для реализации пилотного проекта АСП компания построила на Солымской группе месторождений 7 скважин, установку подготовки раствора АСП и отдельный блок подготовки и учета нефти. Установка подготовки смеси АСП – ключевой объект данного проекта. Процесс подготовки смеси включает три этапа. Первый – тонкая водоочистка. Подготовка очищенной воды для производства АСП заключается в ее обессоливании посредством обратного осмоса и мембранной технологии. Второй – подготовка раствора. В специальном резервуаре происходит соединение компонентов АСП – воды, полимера, соды и соли. Третий – смешивание раствора. Огромный миксер обеспечивает процесс смешивания компонентов АСП. После смешивания АСП закачивается через систему скважин в пласт. Схожесть геологических характеристик месторождений региона позволяют надеяться на возможность использования этого метода на других нефтепромыслах Западной Сибири. По оценкам экспертов, реализация этой технологии только на территории Ханты-Мансийского автономного округа позволит России дополнительно добыть более 2,4 миллиарда тонн нефти в течение 15 лет. Добыча нефти с помощью АСП позволяет повысить эффективность разработки месторождений практически вдвое. Более того, эта технология экологична. Все компоненты, входящие в состав АСП, аналогичны веществам, применяемым людьми в быту. Поэтому они безопасны как для человека, так и для окружающей среды. Однако применение технологии АСП является более дорогостоящим по сравнению с традиционными методами нефтедобычи. Сегодня цена нефти колеблется в районе 40 долларов за баррель. Совокупные затраты на добычу нефти технологией АСП оцениваются в 20 долларов за баррель. При таком раскладе использование технологии создает добавленную стоимость. Однако в текущей системе налогообложения применение этой технологии убыточно. Чтобы технология АСП стала масштабно применяться в регионе, необходимо перейти к налоговой системе, которая будет учитывать особенности таких проектов. Как пример, для трудноизвлекаемой и высоковязкой нефти разработки на шельфе и в Арктике применяются особые режимы налогообложения. По результатам анализа, сделанного в компании, конкретно для АСП, наиболее реализуемыми являются два принципиальных решения. Первое – переход на систему налогообложения финансового результата. Второе решение основывается на вычете специализированных затрат на технологию из налога на добычу полезных ископаемых. При таких сценариях нефтяные компании берут на себя основные технические и инвестиционные риски. В случае принятия одной из таких инициатив АСП имеет все возможности дать вторую жизнь сотням месторождений Западной Сибири и принести государству значимые дополнительные доходы. Полномасштабное применение технологии АСП позволит увеличить срок эксплуатации сотен месторождений. Страна сможет нарастить добычу, обеспечить жителей новыми рабочими местами. Более того, мощный импульс развития получит российский бизнес, в частности, высокотехнологичный нефтехимический комплекс и нефтесервисная отрасль. Так, чтобы поднять уровень добычи на 10 миллионов тонн нефти, необходимо от 50 до 100 тысяч активных компонентов смеси. Это ежедневные поставки на месторождения 10 грузовых железнодорожных составов. Эффект внедрения технологии АСП будет поистине мультипликативен. После того, как мы представили вам эту технологию, хотелось бы остановиться, три момента хотелось бы осветить. Во-первых, про технологии, про применимость технологии. То есть, отвечая на вопрос, наша технология предназначена для добычи той нефти, которая находится в хороших коллекторах, но при заводнении она, так называемая, защемленная. То есть, она микроскопически всегда останется в порах. Мы проверили схожесть месторождений в Западной Сибири. Мы проверили на нефтях из нескольких месторождений. Везде нужен несколько индивидуальный подход к этой технологии, но технология работает. Мы смотрели другие технологии, полимерные. Где-то при более высоких нефтях будут работать и они. Но для тех легких нефтей, залежей, которые хорошо работают при заводнении, то есть, это Суторминская, Самотлорская, Мамонтовская, Западно-Солымские месторождения, они все, в общем-то, достаточно схожи, проницаемости там хорошие, поэтому нет никаких фундаментальных предпосылок, чтобы технология там не заработала. Это первое. Технологии нужно подтвердить, поэтому мы сейчас работаем именно над пилотным проектом. Семь скважин у нас только. В дальнейшем будет масштабирование. Второе, о чем хотелось бы остановиться, это то, что при реализации технологии мы столкнулись с тем, что практически база, как химическая, как нефтехимическая, так и производственная база в России, она сейчас отсутствует для производства таких высокотехнологических, как компонентов химии, так и производства. И есть несколько компаний, которые готовы работать, но проект этот достаточно рисковый для них, они не готовы вкладываться, поэтому нам пришлось достаточно много оборудования покупать за рубежом. Для того, чтобы технология заработала и была экономически оправдана, нам нужно минимум 50% российского производства, то есть добавочной стоимости, привлечь назад в Россию. И третье, о чем бы хотелось сказать, почему, собственно, нефтехимия наша не хочет работать, не хочет вкладываться, потому что выхлоп этой технологии с точки зрения финансового результата сейчас не очевиден, чтобы этот тот самый технологический рывок произвести, который мы видим в лаборатории, в пилотных проектах, в Омане, в Канаде он себя показал. И у нас он, потому что у нас такая вот западная Сибирь есть, может дать такой хороший результат, но он не будет реализован, если не будет какая-то заинтересованность, также со стороны государства пойти навстречу и как-то по-другому разделять ту добавочную стоимость, которая может этим проектом быть создана. Спасибо.